всем привет дорогие друзья и с вами снова канал unreal игры я вас приветствую в гайде по моду драконик эволюшн поехали и сегодня мы будем смотреть оружие и броню из этого мода а также немножко поговорим о зачарованиях так для начала знаете что чтобы хотел я вам показать это то что с этим модом можно класть любые предметы на пол или на стену например подходим и нажимаем буковку же но я поставил себе же и если мы нажмем shift и правой кнопкой мыши то это можно поворачивать то есть любой предмет можно поворачивать чтобы предмет снять нужно нажать просто по нему то есть как сломать вот ладно давайте зачаруем кирку например нет кирку выкинем зачаруем меч острота гнев и так далее это нам пригодится чуть позже я вам покажу так значит в этом моде есть вот такая вот руда дракониум ор называется добывается соответственно только алмазной киркой уровень добычи обсидиана давайте перейдем из креатива и попробуем добыть такой руду советую добывать киркой на удачу 3 потому что руда крайне ценное вот мы добыли вот такой дракониум даст получился две штучки и давайте переплавим его в печке посмотрим что получится пока что я возьму пару вещичек так и получился вот такой дракониум ингод слиток из него соответственно все делается в этом моде так что хочу сразу сказать да все инструменты и вещи почти можно зачаровывать из этого мода вот давайте например зачаруем меч и смотрите в чем прикол во первых мало того что урон тут огромный просто у мечей у этого 20 а у продвинутого 40 то из них можно забирать зачарование ставить нам нужное например тут еще есть дизенчантер где-то он тут был давайте тоже покажу чтобы к этому не возвращаться скажем так это такая штука которая снимает зачарование с ваших предметов но при этом наносится урон им делается этот дизенчантер ну то есть разочарователь не звука эндера зачарованной книги стал зачарований из умрудов драконик кор который делается вот так вот собственно в принципе недорого так сюда нужно положить книжки и соответственно меч и постепенно он будет он как бы будет ломаться на 20 на 28 процентов но при этом все зачарования можно будет снять вот астрата 3 и так далее давайте тоже снимем вот и смотрите в чем прикол да я зачаровал меч например на вот тут гибель насекомых 4 и добыча 3 и это мне например не нравится я нажимаю буковку и тут по умолчанию но у меня поставлена всего в этом моде две кнопки отвечает за управление вот они есть так вот видите такая менюшка открылась и тут можно во первых если закроем на и можно перетащить вот такой вот худ дисплей это то где будет отображаться характеристики вот этих вот наших предметов например перетащим так вот или вот так вот пускай вот пойдет ладно нажимаем например на меч да и тут инва написано и там inventory вот и открывается такая графа смотрите из очарования описываются книжкой то есть то что у нас тут на мече лежит у нас как книжка горит вот добыча 3 и зачарованная книга гибель насекомых 4 вот мы сняли у нас на мече ничего не осталось то есть мы с вами можем снимать зачарование и так получать книжки но это еще не все мы можем так например положить сюда очень много зачарований например острота 4 и у нас меч сразу 36 урона приобрел потом прочность 3 например и прочность уже не кладется добыча 3 например гибель насекомых разложение гнев гнев вот и то есть посмотрите 5 зачарований того у нас уже лежит на мече при этом мы можем всегда снять поменять если нам вдруг понадобится но как я понял думаю вы поняли что меч уже достаточно мощный также инструменты и вещи тут не ломаются а заряжаются вот видите тут один миллион рф энергии в нем они такие достаточно дорогие делаются все и так уж и просто вот он vivian corn это ядро своеобразное которое делается из драконик кора адской звезды а это делается вот так то есть у них всех рецепты почти одинаковые то есть это вот штука energy core по моему вот это так скрыть его перейдем корпоратор нет это не то вот она вот это и вот это так ладно убираем это так собственно примерно я думаю вам это понятно да сейчас мы возьмем каких-нибудь мобов например пускай будет эндермен два эндермена возьмем с одного давайте вот тут вот монстрика с одного то есть во вторых еще тут такая небольшая фишка есть у этого меча то что он берет на некотором радиусе то есть он например если вот тут три крипера стоят и мы ударим то они все умрут то есть не не конечно небольшой радиус но все же есть и при этом 10 процентный шанс то что выпадет голова с моба тут так и написано так ладно лук собственно простой есть вот такой режим который стреляет а также если нажать shift правой кнопку мыши то вот такой снайперский режим для удобного прицеливания так а также есть специальная стрела здесь вот такая вот телепортирующая эндер стрела который делается из жемчужины эндера и стрелы она телепортирует вас к врагу если вы вот атака атакуете его да вот так вот например то мы перемещаемся сразу к врагу вот такие вот дела так ладно убираем лук теперь лопата у лопаты не все так просто если нажимаем shift правый клик видите три на три написано в окошке слева наверху один на один три на три собственно она может копать три на три один на один то есть от этого этот лопата очень дорого стоит вот так она копает достаточно быстро в принципе копает и работает на электроэнергии вот гирка то же самое 1 на 1 3 на 3 1 на 1 3 на 3 можно это менять shift правой кнопкой мыши вот так вот то есть думаю это тоже понятно ладно давайте приступим к следующим га этим предметом так потом есть вот такие вот коробок спичек а также спичка спичка делается из палки и красителя коробок спичек делается из 9 спичек этот огонь пили принципе не может потушиться то есть оно так сделано он как бы и не поджигает вроде но в то же время скажем так это какой-то непонятный огонь не знаю для чего нужен возможно для красоты так вам давайте сейчас вот этого крейдера мы берем так давайте попробуем сейчас диск креатива то есть видите да он не поджигает это скажем так может быть декоративный какой-то огонь и тушится только он с руки коробок спичек очень хорошо работает в принципе никакой другой функции он не выполняет так а также есть вот такой вот скажем так настройщик это как своеобразный ключ из этого мода но он практически не нужен так что можно его сразу пройти вот такой вот такой рецепт имеет так ладно поехали дальше в принципе спички тут вообще не нужны так а теперь вот такая вот вивьен броня делается тоже достаточно дорого вот такие вот у них рецептики вот эти компоненты я уже показывал так что я не буду на этом зацикливаться это самая простая броня в этом моде и она очень даже неплохо защищает так давайте сейчас выйдем на за пределы так еще возьмем наверно лавы и воды так я думал так давайте сейчас себе быстренько сделаем бассейн так и лавовый бассейн так а также вот чуть-чуть отойдя пару криперов поставим четыре штуки и сейчас посмотрим как у нас вся эта броня справляется во первых эта броня она вот так вот примерно выглядит неплохо я бы сказал при этом она дает очень быстрый бег прыжки а также мы почти не получаем урона от падения ну и соответственно броня очень хорошая и тоже питается энергией так попробуем утонуть посмотрим что у нас будет защищать ли она от утопления так сказать посмотрим может быть защищает смотрите броня нам восстанавливает сама воздух мы вообще не получаем урона никакого так но она тоже очень сложно делается потому что там требуется около четырех боже мой страшный крипер четыре звезды нижнего мира вот а также мы можем не гореть в лаве при этом защита тратится давайте попробуем взорваться и ничего на этом ничего а на этом тоже ничего эта броня практически вас сделает богом майнкрафта то есть это скажем так эквивалент квантовой брони а это только самая простенькая броня в этом моде ну не простенькая конечно но все же хорошая так хочется кушать ему так ладно давайте тогда следующую броню посмотрим почему ты боже ладно давайте я так возьму так вот она это уже драконическая броня она уже легендарная считается так давайте тоже оденем ну соответственно она вообще полную защиту вам дает но помимо этого еще гораздо быстрее бег еще выше прыгаем по моему там еще какие-то даже свойства нам накладываются хотя вроде нет ну соответственно мы вообще не тонем ну не получаем урона соответственно тоже и при этом мы можем летать как в креативе вот я нажал пробел смотрите режим выживания стоит при этом мы вообще урон от падения скорее всего не получаем давайте попробуем да вообще урона никакого так и когда мы летаем вот так как в креативе мы можем разрушать блоки как будто мы стоим вот давайте сейчас я кирку возьму а кстати мы еще и можем перескакивать один блок как полублок охренеть этого я не знал только сейчас узнал так вот мы взяли кирку и давайте вот поднимемся и например ломается как в ну как будто мы стоим на земле вот такая вот интересная броня ладно давайте дальше смотреть так я опять тут ключик поставил почему-то не должно тут быть так это вот такие вот своеобразные скажем так как аккумуляторы один на 80 миллионов рф энергии второй на 250 миллионов энергии делается вот так требуется везде звезда нижнего мира некоторые из них еще дороже делаются собственно не суть важна так 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 что у нас тут было какое-то ядро по-моему да ну то есть мы вот эти все показал я как бы вам тут всевозможные драконик кор а выкинуть драконик кор это как бы скажем так как микросхема не более того вот ладно переходим теперь к продвинутым инструментам лопате и соскакивало неправильно и возьмем вот это так давайте тоже выйдем туда видите тут такая быстрая этот броня что просто шок значит меч еще мощнее у него урон уже 40% по умолчанию и 20% отсечения головы шанс так у лука гораздо все интереснее тут теперь появились другие режимы то есть они гораздо мощнее во первых те которые уже есть снайперский выстрел потом взрывной почему-то не хочет может быть ему что-то нужно типа тнт либо нужны стрелы может быть ну ладно не будем заморачиваться так а потом еще есть креативный креативный режим это вот так вот он вот так стреляет и при этом взрывается все и вот стандартный такой режим это скажем так скорострель то есть как пулемет эти все инструменты делаются из предыдущих но только с использованием Awakened Core и Awakened Дракониум Игнат это как бы пробужденный металл скажем так вот так кирку я зря убрал кирку я убрал зря так ну соответственно кирка теперь копает больше чем 3 на 3 она копает 5 на 5 и так же 7 на 7 то есть еще больше то есть вот так вот можно шустренько прокопать себе ну это как бы я в креативе от этого она так быстро копает но так она чуть-чуть помедленнее то же самое с лопатой 7 на 7 максимум так лук я уже показал и остался у нас топор используется как топор в основном ну и как небольшое оружие не знаю сколько он урона наносит соответственно топор работает как трикапитейтер мод если вдруг у вас он рубит неправильно как обычный топор то нажимаем кнопочку нашу с вами и настраиваем его вот тут есть настройка нажимаем 3 мод и написано true это значит что работает скорее всего то есть если не работает еще раз нажмете туда и все заработает то есть обычный топор ничего тут даже показывать не стоит а вот последняя драконик став это уже скажем так набор инструментов одновременно это и меч продвинутый это и кирка продвинутая это и продвинутая лопата соответственно у них он обладает сразу всеми этими функциями и самый плюс в том то что если вот сейчас настроить его да вот атака ауе это 25 на 25 он будет атаковать всех мобов с одного удара сейчас вы это посмотрите а также дик это копание 9 на 9 насколько я понял потом это тоже 9 на 9 ух ты и он с одного капка вы посмотрите он с одного капка 9 на 9 на 9 куб вы выкапывает вот это охренеть вот это просто охренеть давайте сейчас пару мобов возьмем пусть будет крипер старый добрый вот смотрите бам и все все убиты вот такой вот интересный меч ну что ж дорогие друзья а на этом все вернемся в следующей части нашего гайда и обзора подписывайтесь на канал ставьте лайки и всем пока 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 Продолжение следует...